Выходит с нами на прямую связь. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте, Вадим. Давайте начнем с плана победы, который представил президент Зеленский. Ознакомились ли вы с ним? Ну, я думаю, что, конечно, ознакомились. Поэтому этот вопрос я снимаю. Сразу следующий. На что вы обратили внимание в этом плане? Ну, мне кажется, что это прежде всего те предложения и пожелания, которые президент Украины высказывает нашим западным партнерам. Он сам говорит о том, что он не знает, как целый ряд этих пожеланий будет воспринят западными партнерами. Тем более, что мы прекрасно понимаем, что 5 ноября 2024 года оно внесет значительные коррективы в любые украинские предложения и в любые расчеты. Я уже говорил неоднократно, что мне казалось разумнее готовить какие-либо предложения, которые касаются как позиций Соединенных Штатов, так и позиций европейских стран после 5 ноября 2024 года. Ориентируясь на фигуру, которая будет определять ход событий в Российско-Украинской войне в течение 2025-2029 года. Но, насколько я понимаю, президент Украины решил по каким-то своим соображениям действовать на опережение. А в психологическом смысле этот план имеет такое существенное значение для украинского народа, для украинского общества? То есть то, что у нас в общем... Вы знаете, я считаю, что психология в войне всегда уступает математике. Вот мы очень часто любим говорить о психологическом состоянии общества, о боевом духе, это всё очень важно. Но куда более важен тот факт, что любой стране в войне необходимы прежде всего ресурсы. И президент в своём плане, который обращён к западным союзникам Украины, говорит именно об этом ресурсе, причём как политическом, так и военном. Насколько реально получить этот ресурс, это уже следующий опыт. А сегодня что тормозит Запад? Почему до сих пор Украина не получила разрешение на принимение дальнобойных орудий вглубь российской территории? Что является главным? Я думаю, ответ на этот вопрос есть в книге Боба Вудворта «Война». Эта позиция, которую занимает президент Соединённых Штатов, она очень проста. Соединённые Штаты не хотят дать России возможность добиться фактического уничтожения Украины и признания возможности оккупации её территорий, но вместе с тем не хотят привести ситуацию к возможности применения России ядерного оружия, в том числе и удара ядерным оружием по неядерной стороне. И Джозеф Байден об этом по свидетельству Боба Вудворта абсолютно чётко сказал Джеку Салливану и охарактеризовал эту ситуацию достаточно простыми двумя словами «мы завязли». Но это так и есть. И мне кажется, что если исходить из этой парадигмы, не дать Путину добиться своей цели и вместе с тем не допустить применения ядерного оружия, то мы и приходим к ситуации длительной войны, выход из которой, по словам бывшего главнокомандующего вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, попросту говоря, неясен. Неясно в принципе, как из этой войны выйти. Но Курская операция ВСО, она же показала, что даже в случае, если иностранные для России войска контролируют часть канонической, международно признанной территории Российской Федерации, вот она, та самая пресловутая красная линия. И ничего не произошло. Я вообще, честно говоря, не уверен, что это красная линия, потому что, опять-таки, это вы почему-то считаете, что есть канонические территории, неканонические. Есть оккупированные территории. С точки зрения российского конституционного права. А война идёт на российской территории уже два с половиной года. Поэтому это в нашей голове существуют какие-то канонические территории. Может, в голове западного политика они существуют. Может быть, в голове украинского политика они существуют. Но в голове российского политика нет никаких канонических, неканонических территорий. И оккупированные территории, и не оккупированные те, которые были до 1991 года в составе РСФСР. Это всё одна и та же Россия, по их мнению. Это шизофрения. Но я не вижу никакого повода говорить о том, что может быть применено ядерное оружие. Кстати говоря, Джозеф Байден же в этом разговоре с Джеком Салливаном четко определил, когда Путин может применить ядерное оружие, если он будет ощущать, что он терпит поражение в войне. Я думаю, что Курская операция украинских вооруженных сил – это отнюдь для Путина не знак поражения, в то время как его войска продолжают продвигаться по территории Донецкой области. Получается, что Запад в каком-то смысле дает Путину некую гарантию, можешь делать то, что ты хочешь. Мы будем очень ограниченно туда вязать только для поддержания условно боеспособности. Мы будем очень осторожны и будем длить эту ситуацию столько, сколько понадобится для того, чтобы избежать возможности прямого конфликта и ядерного столкновения. Вот так это можно сказать. Потому что это может быть расчет, что в результате длительного конфликта политические условия изменятся. Будут проблемы у самой российской экономики когда-нибудь, сменится режим когда-нибудь, а наследник Путина может быть более осторожно настроен по отношению к продолжению военных действий. Это все надежда на будущее, кстати говоря. Вы уже понимаете, мы имеем дело с электоральными политиками, которые рассчитывают на 5-10, на 4-8. Вот как-то так. И для них очень важно, что в период их пребывания у власти ничего катастрофического не произошло. И в этом смысле президент Соединенных Штатов ничем не отличается от президента Франции, президент Франции ничем не отличается от федерального канцеля Германии и так далее. Они прекрасно понимают, что если в период их пребывания у власти произойдет некая катастрофа, то это будет означать катастрофа и для их политической карьеры, и для их политического наследия. Поэтому вот с украинской точки зрения важной частью политического наследия Джозефа Байдена могло бы стать приглашение Украины в НАТО. А с точки зрения Джозефа Байдена важная часть его политического наследия, то, что он передает следующему президенту США мирную страну, в которой американские солдаты не воюют нигде практически. Ну, там, за исключением уже практически ограниченных, так сказать, тех зон присутствия, где они есть. Но, тем не менее, это для него может быть самым важным, учитывая то, как болезненно всегда Джозеф Байден относился к присутствию американских войск, где бы то ни было. А Путин для западных политиков становится, не знаю, насколько уместна такая формулировка, но, тем не менее, ее произнесу, менее токсичным. Потому что Шольц, канцлер Германии, говорит, что готов к разговору с Владимиром Путином. То есть, это, конечно, не рукопожатность, но это уже возможность ведения переговоров с человеком, развязавшим самую кровопролитную войну в Европе со времен Второй мировой войны. Меняется ли восприятие Путина? Ну, они же с ним говорили после того, как он развязал эту войну. Они просто перестали с ним говорить, когда убедились, что он недоговороспособен. Он уже тогда развязал эту войну, но они с ним продолжали разговаривать. И Эммануэль Макрон, и Олаф Шольц. Тем не менее, я думаю, что вопрос тут именно в его договороспособности, а не в том, что он развязал или не развязал. Заявление Шольца о готовности разговаривать с Путиным, это скорее призыв к договороспособности Путина. Я не знаю, на чем он основывается. Понятно, что есть разные западные политики. Для Дональда Трампа Владимир Путин вполне приемлемый и естественный партнер для переговоров, и он этого, по-моему, никогда не скрывал. А Путин пытается каким-то образом продемонстрировать, что он договороспособен? Я помню, что во время обмена российских политзаключенных на Красиковую компанию, то есть, в общем, там киллеры, шпионы и так далее, обратили внимание на то, что он выполнил часть своих обязательств. И как раз это, в том числе, интерпретировали как некое послание. Я могу с вами разговаривать и могу даже выполнять какие-то сделки. Я разумеется, Путин абсолютно договороспособный политик, когда речь идет о тех условиях, которые ему выгодны. Это всегда было так. Если вам есть что предложить Владимиру Путину ценное, то он будет с вами разговаривать. Если у вас нечего предложить Владимиру Путину то, что ему действительно нужно, он с вами разговаривать не будет. Это золотой, я бы сказал, закон общения с Владимиром Путином. Вот вы вспомнили о Красикове и о прочих, так сказать, российских агентах, которых обменял Владимир Путин. Я вам напомню, что была подобная ситуация с Украиной в первый период правления Зеленского, когда был, например, обменен известный украинский кинорежиссер и многолетний заключенный Кремля Олег Сенцо. Помните? Конечно. Он сейчас, кстати, находится в украинской армии. Путин не менял его долгие годы, но как только оказалось, что ему необходимо добиться освобождения из украинской тюрьмы Цемаха, единственного свидетеля, который мог бы напрямую рассказать о причастности российского руководства к уничтожению малайзийского пассажирского лайнера, Путин сразу же пошел на эти условия и освободил Сенцова и других знаковых украинских политзаключенных, потому что ему необходим был Цемах. Но как только оказалось, что больше украинскому руководству предложить нечего, практически на долгое время все обмены закончились. То есть Путин даже на обмены идет только тогда, когда есть кто-то для него важный, сотрудник ФСБ, какой-то политический деятель, человек в освобождении которого могут быть заинтересованы либо он, либо патриарх Кирилл. Вот тогда он может участвовать. Если никого нету, то он может совершенно спокойно держать этот так называемый обменный фонд до бесконечности. Ну и вот вы видели, что после Курской операции, кстати, ему нужно было освободить срочников, да, чтобы не вызывать каких-то социальных таких вот, если не волнений, то социального раздражения по поводу того, чтобы срочники оказались в зоне войны. Он провел несколько масштабных обменов. Ну да, это понятно, мы прекрасно понимаем, как разговаривать с Путиным, но это всегда разговор не в твою пользу, это всегда разговор в пользу Путина. А при остановке войны, горячей фазы, замедление, может быть, процесса, сейчас Путину выгодно или наоборот он чувствует, что может двигаться дальше? В какой он сейчас находится? Я не знаю, честно говоря, что чувствует Путин и вообще обладает его органами чувств. Я считаю, что Путин совершенно хладнокровный человек, который считает ресурс, возможности и так далее. Никакими особыми эмоциями, никакой эмпатии он вообще не обладает по определению. Вы же помните, что это тот самый человек, который даже 24 года назад, когда он еще не был долгой власти, когда у него не было ограниченной власти, ему абсолютно было плевать на жизнь этих подводников с лодки Курск. Помните, да? Конечно. Представьте себе, какой чудовище он превратился за эти 24 года, если он ими был, по большому счету, на момент своего назначения наследником Ельцин. Вот, так что в этом смысле я думаю, что он просто взвешивает, опять-таки, правильно или неправильно, это тоже следующее вопрос, взвешивает простые вещи. Возможность его войск продвигаться по территории Украины, возможность его войск уничтожать украинскую инфраструктуру, перспективы деградации украинского общества и его склонности этого общества к капитуляции в случае долгой войны. Вот это вот все те вещи, которые его интересуют. Я поэтому всегда говорю, что если мы остановим украинскую армию, если установят российскую армию хотя бы на каком-то рубеже, если инфраструктурные удары не приведут к тому, что украинцы окажутся в холодной, беспросветной зиме, и новые тысячи людей не будут покидать ежедневную украинскую территорию, пытаясь спастись от холода, если этого не произойдет, если окажется, что война в полном тупике для российской армии, а при этом миллиарды долларов продолжают тратиться на войну, может возникнуть перспектива при остановке военных действий на той линии разграничения, которая будет на момент договоренности между российскими и украинскими войсками. Вот это единственное, что может произойти в 20-е годы. Вот, собственно, и все. А то, что происходит внутри России, и вот понятно, что вот этот мифологизированный черный лебедь, которого многие ждут, и вот история вокруг Вайлдберрис, которая продолжается и не заканчивается, не может стать тем самым черным лебедем? Может быть, неочевидным. То есть то, что в конечном итоге приведет к падению режима Владимира Путина, потому что там некие группы, группировки, которые выясняют отношения, и там уже задействованы Путин и администрация президента, Кадыров объявляет кровную месть другому государственному чиновнику Керимову, и все это может заверсеться в такой, закрутиться в такой клубок, который в итоге может обернуться для режима большой проблемой. Или это переоцененная такая история? Ну, безусловно переоцененная. Это все какие-то пляски у трона, которые не имеют никакого отношения к стабильности режима. В стабильности такого режима, как Путинский, имеют значение ровно два фактора. Первый фактор — это поддержка силовиков. И сама социология показывает, что силовики — это тот главный слой, на который может опереться режим. Таким образом, даже изменение настроения населения ничего не будет означать, потому что силовики всегда могут с легкостью подавить любые народные протесты, если они не приобретают общемассового характера. Пока что предпосылок для этого не существует. И второе — это смерть самого диктатора. Мы всегда живем, условно говоря, если говорим о России, 4 марта, но совершенно неизвестно, когда придет 5 марта. Понимаете? Мы с вами можем жить 4 марта 2024 года, а 5 марта может наступить 2037. И вот в этом интервале мы и находимся. И кроме того, мы с вами не знаем, какую роль будет играть наследник Путина. Будет ли он относиться к необходимости восстановления границ Советского Союза с более, я бы сказал, серьезными амбициями, чем сам Путин? Или он будет считать, что это недостижимая задача, и необходимо сосредоточиться на сохранении власти режима ФСБ в границах самой Российской Федерации? Я вполне допускаю, что смерть Путина приведет к еще большей эскалации в российско-украинской войне, чем та, которая будет на момент его кончины. Это тоже возможно, потому что мы не знаем, как будет действовать наследник, на кого он будет опираться, насколько будет большой поддержкой населения, и, опять-таки, насколько он сможет сплотить силовой аппарат в этом стремлении доказать, что он более эффективный и собиратель земель, чем его предшественник. Это сложно говорить. И, опять-таки, возможно, речь идет о событиях, свидетелями которых мы станем или не станем спустя годы. Так что, в принципе, я считаю, что рассчитывать в такой ситуации, как война на каких-то черных лебедей, это абсолютно неправильная оценка самой ситуации, потому что в войне, как я уже неоднократно говорил, важно наличие как военно-технического, так и демографического, так и политического ресурса. Три этих ресурса составляют возможности для продолжения долгой войны. Поскольку мы в долгой войне, мы не смогли выйти из войны в первой месте 2022 года и таким образом вошли в войну, окончание которой теряется где-то за историческим горизонтом, то мы должны рассчитывать именно на эти три ресурса. Если говорим о России, то насколько Россия вообще располагает демографическим ресурсом для мобилизации новых военнослужащих на протяжении 20-х годов этого века, я все-таки хотел бы говорить прежде всего о ближайших 5-6 годах. Насколько Россия имеет экономические возможности для того, чтобы производить новое вооружение, сохранять баланс социальный, определенный, для того, чтобы население понимало важность этой войны и вместе с тем не страдало от продолжения военных действий, так, чтобы оставалось без средств существования. И насколько будет сильна для Российской Федерации поддержка Китайской Народной Республики, Ирана и Северной Кореи. Если три этих условия будут выполняться, значит, путинский режим может вести войну столько, сколько ему заблагорассудится. Если одно из этих условий или два из этих условий не будет работать, не будет достаточного количества военнослужащих, не будет достаточного количества оружия, армия не сможет достигать успехов на поле боя, а удары под территорию Украины не превратят эту страну в инфраструктурную пустыню, Владимир Путин задумывается о необходимости прекращения военных действий до точки наращивания ресурсов для возобновления новой войны. А соблазн заглядывать в историю, искать там ответы на вопросы, которые есть, безусловно, волей-неволей, мы там проводим параллели с тем, что было, поскольку просто у нас нет другой модели, которой можно применить то, что происходит сейчас в текущем моменте. Но вот опять же, возвращаясь к сталинскому периоду, смерть Иосифа Сталина, попытка Берии взять в власть и, в общем-то, провести либеральные, ну, относительно, учитывая контекст Советского Союза, либеральные реформы, и потом, в общем, Хручев и его такая игра, и победа в этой игре. Это то, что у нас перед глазами, что после смерти такого диктатора, казалось, Славрентий Берия, должен был стать абсолютным продолжателем идеи, но он хотел немножко по-другому все это дело развернуть. Вот такой надежды сейчас, или это мы просто ищем то, что мы хотим увидеть, что будет обязательно лучше? Ищем то, что мы хотим увидеть, это не имеет никакого отношения к нынешней модели по одной простой причине. Все модели преемственности власти, о которых мы с вами можем рассуждать, это, кстати, не только модель преемственности власти в 1953 году, есть же и блестящая модель преемственности власти в 1924 году, когда люди, которые были куда более умеренными сторонниками развития страны, победили радикалов, я имею в виду Льва Каменева, Григория Зиновьева, Иосифа Сталина, которые победили группировку Льва Троцкого с его идеями индустриализации, так сказать, коллективизации и всемирной революции, а потом Иосиф Сталин, придя к власти, оказался куда более радикальным и репрессивным правительством, чем могло быть правителем, чем могло быть 10 Троцких. Понимаете? Вот в чем-то фокус. И Каменев Зиновьев за это, конечно, заплатили большую цель. Замкнут их режимом. Но это политбюро. А сейчас мы имеем дело со страной с рыночной экономикой, со страной, где управляет, по сути, тандем чекистов и мафиози. Поэтому преемственность власти вообще может быть совершенно другого характера. Понимаете? Непонятного нам, потому что мы никогда не видели реальной преемственности власти в такого рода государстве. Ну, то есть мы видели передачу власти от Ельца на Путина, уже вне партийной вертикали. Но мы еще не видели передачу власти внутри чекистской вертикали. Условно говоря, мы не очень понимаем, как реально будет эта передача власти происходить и когда она будет происходить. И опять-таки, после смерти Сталина завершилась Корейская война. Ее завершили еще до краха политического проекта Лаврентия Берии и его расстрела. А после смерти Ленина, как известно, Советский Союз оформился в наиболее агрессивное государство вообще в истории до момента, когда его сменил на этом пятистале гитлеровский рей. Ну, тут тоже все очень непросто, как говорится, если говорить о моделях. Поэтому я бы не углублялся в советскую историю, просто потому, что Российская Федерация Путина это не совсем Советский Союз. Советский Союз все-таки был имперским образованием, где русские не составляли большинство населения. Такое определяющее. Российская Федерация Путина это государство с подавляющим русским большинством населения. Таким образом, правитель России, в отличие, так сказать, от правителя Советского Союза, не просто говорит голосом русского народа, он никаких других голосов и не должен учитывать. Когда Сталин в 1945 году на приеме в честь победы во Второй мировой войне поднял тост за русский народ, для многих это было совершенно шокирующим тостом, потому что, по сути, публично признавалось то, что являлось данностью, что Советский Союз является русской империей, где русские являются, по сути, народом угнетающим и подавляющим другие народы этого имперского образования. А если Путин поднимет тост за русский народ, это вызовет у кого-то удивление в современной России? Ну, по-моему, нет, потому что у всех никто и не сомневается, что Россия — это русское государство, прежде всего, и что все остальные народы составляют в нем меньшинство населения, абсолютное меньшинство населения. Поэтому это тоже совершенно разные моменты. Это тоже может сказаться на преемственности власти. Когда вы говорите об этих конфликтах, так сказать, которые могут каким-то образом повлиять на путинский режим, я хотел бы вам напомнить, что это вообще конфликты в периферийных регионах. А вы относитесь к ним так, как мы могли бы в советское время относиться к каким-нибудь там конфликту между Украиной и Казахстаном, если бы эти конфликты вообще могли быть в советское время. Тем не менее, ничего подобного никогда не происходило. Рамзан Кадыров и вообще фактор Рамзана Кадырова, его нельзя в этническом смысле отнести именно к русскому, но тем не менее, власть, которую он обладает, судя по всему, она очень велика. Едва ли не... В результате, это большая власть в периферийном регионе, население которого было запугано ковровыми бомбардировками российской армии и которое предпочло модель существования в республике, полностью, так сказать, гарантирует, безопасность которой полностью гарантирована режимом Кадырова и его взаимоотношениями с Путиным. Но опять-таки, это власть представителя периферийного региона с небольшим количеством населения, никак не влияющего на общую ситуацию в России. Просто, возможно, опять-таки, учитывая опыт двух чеченских воин и присутствие главы этого региона в российском информационном пространстве, его там влияние на реальные события в России переоценивают. Но я опять-таки, хотел бы, чтобы внимательно посмотрели на политическую карту Российской Федерации, на этнографическую карту Российской Федерации, нашли бы там Чечню и поняли, каким реальным может быть влияние Рамзана Кадырова. Реально. Не с точки зрения взаимоотношений с какого-то рода людьми, с которыми он делит бизнес или собственность, а с точки зрения его реальных политических возможностей. Я думаю, что многое станет на свои места. Ну, кстати, дело Вайлдберреса, это же тоже демонстрация политических возможностей Рамзана Кадырова, потому что Владислав Бакальчук, который был арестован, вскоре был отпущен, потому что Рамзан Кадыров, ну, судя по всему, замолвил за него слово. И это уже воздействие на судебную систему, которая в России... Ну, конечно, но это же говорит о современной системе политической Российской Федерации, что она действует путем протектората и личной унии. Для того, чтобы решить проблему Северного Кавказа, Владимир Путин пошел на установление такой личной унии с семьей Кадыровым, даже не с Рамзаном, а еще с его отцом, Ахматом Кадыровым. И эта личная уния имеет под собой определенные, так сказать, гарантии безопасности и гарантии интересов, которые позволяют режиму рассчитывать на то, что конфликт на Кавказе не возобновится, если обе стороны будут соблюдать условия сделки. Просто вы слишком много внимания уделяете правосудию, каким-то был отпущен, был задержан. Это же все декорация, понимаете? Но какая разница в современной России, какие решения принимает суд? Мы же понимаем, что в современной России нет никакой судебной системы. А то вы будете, понимаете, вы будете так же самореагировать на реальность, как покойный Алексей Навальный, который там придумывал умное голосование, призывал голосовать за представителей каких-то политических партий, только не за партию там жуликов и воров. Ну и в результате Навальный стал жертвой собственного представления о том, в какой стране он находится. То есть он принял кукольный театр с этими страшными куклами, которые готовы были в любой момент его убить и отравить за реальность. И фактически был готов играть с этими страшными куклами в их игру, будучи там живым человеком, забыв, что он живой человек. Ну вот результат. Но мы же понимаем приказ, что в России нет судебной системы, еще раз говорю, нет политических партий, нет петенциарной системы. Ты практически оказываешься заложником банды какой-то, да? Ну, либо ты это реально понимаешь, но тогда ты не участвуешь в каких-нибудь выборах, умных голосованиях, не называешь себя, как многие мои друзья и коллеги из России, российским политиком, понимаете? Когда я слышу от Ильи Яшина и от Владимира Карамурзы, что они российские политики, у меня слово, слезы на глаза наворачиваются. Потому что, но какие могут быть политики в стране, где нет политического процесса? Могут быть диссиденты, может быть политзаключенные, могут быть жертвы режима. Но политиков нет. Извините, политика — это конкуренция. А если нет никаких условий для конкуренции, то нет политика. Понимаете? Журналистов тоже нет в России. Журналистика — это рассказ людям правды. Ты можешь быть оппозиционным журналистом за границей, но ты не можешь заниматься журналистикой в России. Ну, как в Советском Союзе и не было. Было, так сказать, написание очерков на заданную тему. Ну, надо не... Если мы будем жить в этой системе подмены понятий, да, считать, что судья в России может вынести какое-то самостоятельное решение в ту или иную сторону, ну, значит, суд посоветовался, решил, какая сторона в данном случае является привилегированной. Принял такое решение, да, это понятно. Но, опять-таки, еще раз говорить, это говорит о том, что личная уния Владимира Путина и семьи Кадыровых работает. Ну, это вот как раз я использовал слово, ну, судебная система именно как инструмент, на который оказывает влияние. Кто оказывает влияние, у того больше, соответственно, возможностей. И Рамзан Кадыров смог повлиять. В конкретных случаях, да, в конкретных случаях нет. Там, где не задеваются какие-то основополагающие интересы режима и не затрагиваются условия унии, там все работает. Если какая-то из сторон нарушит свои условия, я думаю, что другая найдет возможность, я имею в виду, там Кремль, призвать ее к порядку. Для этого не понадобится и долгого времени. Ну, а в чем, скажем так, где Путин находит возможность для того, чтобы оставаться во главе этой вертикали, то есть почти три года войны, скоро будет три года войны, были разные периоды, которые, казалось, то его ослабляли, то его усиливали. И сегодня со стороны субъективно кажется, что он стабилен. То есть он остается достаточно сильной фигурой в этой чудовищной иерархии, которую он возглавляет. В чем особенность его вот этого? Почему он до сих пор стабилен в этой диктатуре? Он голос русского народа и голос силовых структур. Силовые структуры всегда жили, насколько я помню, там с 1991 года, идея необходимости исправить так называемую ошибку 1991 года, которую выходцы из Комитета Государства в этот раз СССР всегда называли распад Советского Союза. Тут ни у кого никаких сомнений никогда не было, что это случайное событие и что Борис Ельцин пошел на этот развал исключительно для того, чтобы стать первым лицом в государстве и чтобы подорвать позиции Михаила Горбачева. Кстати, большинство русских считают точно так же. Это не только мнение ФСБ, это мнение русского народа, как известно. Никаких объективных причин, которые должны были привести к независимости Украины и других бывших советских республик для подавляющего большинства населения Российской Федерации нет. Может быть, в республиках России опять-таки те люди, которые имеют какую-то национальную идентичность, могут понять, украинцы или эстонцы. Но это точно не большинство русских. Вот. Ну и таким образом сама идея восстановления границ СССР является совершенно понятной для людей из КГБ, для тех людей, которые руководят Россией, потому что они всегда хотели получить доступ ко всему ресурсу, ко всему политическому, финансовому и демографическому ресурсу бывшего СССР. Они считали, что они выиграли войну за власть с партией не для того, чтобы руководить агрызком Советского Союза, а для того, чтобы руководить всем Советским Союзом. Это раз. И второе, то, что их представление, ну, которое базируется прежде всего на материальном, конечно, интересном, и на политическом интересе, вот, чтобы Россия была таким страной-гегемоном в Европе, оно одновременно отвечает и национальным чаянием русского народа как шовинистического сообщества. Поэтому, в общем-то, никакой дисгармонии в этой ситуации нет. И Путин полностью отвечает национальным интересам и интересам собственного клана, который, да, может там быть раздроблен на различное количество кланов, которые борются между собой за ресурсы, за деньги, за все остальное, но в целом вот сходятся. При этом это вызывает полное непонимание тех, кто находится по другую сторону. Понимаете? Потому что я вот недавно говорил со своим там коллегой в Киеве в день, когда убили Яхью Сенвара. И он мне сказал, это вообще не имеет никакого значения. Подумаешь, Сенвар, там все люди, которые живут в секторе Газа, они настроены точно так же по отношению к Израилю, как Яхья Сенвара. Какая разница, кто будет воздалять с Хамас, какой это имеет реальное отношение к ходу войны? Я его удивлённый спросил, да, но ты же сам говоришь о Путине, что его смерть, вот вы тоже, кстати, что-то подобное мне говорили недавно, серьезно повлияет на ход российско-украинской войны. Оказывается, Сенвар не влияет, а Путин влияет. Ну да, потому что русские, они ведь так не относятся к украинцам, как палестинцы относятся к израильтянам. Это Путин их так изменил. Нет, это не Путин изменил русских, это русские изменили Путина. Здесь, мне кажется, вот мы вчера делали спецэфиры по поводу Сенвара, это, кстати, я напомню, глава Хамас, который был уничтожен в результате случайной операции, то есть, это не была, не была целенаправленная операция. Вот вам черный лебедь. Да, это черный лебедь, вот классический черный лебедь. Но, как раз мы тогда говорили и с Сергеем Асландером на эту тему, и с Михаилом Гуревичем, и Хамас, он просто, естественно, система управления в Газе, которая там есть идеология. Но, если, допустим, эта система управления начнет рушиться, то и часть людей от нее откажется, потому что, если мы говорим вообще о тоталитарных системах, то понятно, что многие люди инертны, то есть, они принимают ту власть, которая есть, и не сопротивляются, и так, наверное, устроен человек, да, в любой, есть, в конце концов, опыт нацистской Германии, фашистской Италии, а потом они смогли добиться вот некого такого перерождения, это демократия сейчас, в том числе Германия. Но в условиях тоталитаризма, то есть, часть людей это принимает. Вы не согласны с тем, что когда мы говорим об общающей там, обо всем русском народе, ну, там же разные люди, разные группы, разные индивидуальности есть в этом этническом ситуации? Я говорю о настроениях большинства. В фашистской Германии после ее оккупации с союзниками еще долгое время большинство населения считало время правления Адольфа Гитлера золотым веком. Те преобразования, которые произошли в Федеративной Республике Германии, во многом произошли еще и потому, что на территории этой страны стояли оккупационные войска, и они фактически не давали возможности радикальным экстремистским движениям укрепиться в легальной политической жизни. На территории другой части Германии стояли другие оккупационные войска, которые проповедовали другую идеологию, скажем так, и которые давали другим настроениям укрепиться в общественно-политической жизни. В результате, через 80 лет после войны, люди, которые жили в восточной части Германии, голосуют за альтернативу для Германии и за союз Сары-Вагехнех. В целом эти партии сейчас набирают большее количество голосов, чем их конкуренты в восточных областях Германии. И только то, что они не сотрудничают между собой, даёт возможность другим партиям формировать правительство, кстати, в союзе с тем же альянсом Сары-Вагехнех. Это примерно то же самое, дорогой собеседник, что происходило в Германии в 30-х годах, где большинство немцев готовы были огадать свои голоса за Адольфа Гитлера или за Ренста Тельман. И только отсутствие союза между ними позволило немецкой демократии ещё какое-то время просуществовать, а потом сделать выбор между Гитлером и Тельманом в пользу Гитля. Ну вот вам ответ на вопрос, как сейчас немецкие партии, которые формируют правительство с Сары-Вагехнеха, делают выбор в её пользу, а не в пользу альтернативы для Германии. Это примерно то же самое, что эти в 30-е годы немецкие полилибералы бы сделали бы выбор в пользу Эрста Тельмана, а не в пользу Адольфа Гитлера. Так что поймите, что в этой ситуации, Вадим, нету хороших решений. И когда вы говорите о вертикали, то вы должны понимать, что любая авторитарная вертикаль подпитывается общественным запросом. И да, вы можете разрушить вертикаль тоталитарного государства только в одном единственном случае. Если вы туда придёте, если ваши войска будут там стоять, если вы будете влиять на политическую жизнь этого посттоталитарного образования, и не будете позволять участвовать в электоральном процессе и пропагандировать свои идеалы представителям человеконенавистнических политических сил. Понимаете? А если вас там нету, то вы не рассчитываете изменить настроение большинства населения в свою пользу. Именно поэтому мы не можем говорить о прошлом, потому что мы имеем дело, допустим, с ядерными странами, с Российской Федерацией и с Китайской Народной Республикой. Мы не можем рассчитывать, что будет какое-то там столкновение с ними, мы их победим и потом поможем им прийти к демократии. И ничего такого не будет. Я вас уверяю. Я вас уверяю, что даже Китайская Республика на Тайване во многом стала в результате демократическим государством из-за того, что она была зависима от своих связей с демократическим миром. Поэтому спустя десятилетия после начала своего существования она перешла к демократии. Через 30 лет примерно. Республика Корея стала демократической из-за своих связей с западными мирами, из-за своей зависимости от западного мира. И уже тогда, когда исчерпывалась повестка дня холодной войны. А я еще помню время, когда южнокорейские генералы подавляли восстание в своей стране с жестокостью, которой мог бы позавидовать сам Ким Эр Сен. И собрали в тюрьмы людей, выступавших за демократизацию Республики Корея. Южный Вьетнам, ликвидированный коммунистами, так и не дожил до реальной демократизации. Возможно, если бы американцы его поддержали, и он бы в 1975 году не исчез с политической карты мира, мы бы сейчас имели бы такой же процветающий демократический Южный Вьетнам, как имеем процветающую демократическую Южную Корею. Но не удалось. Вот вам ответы на все вопросы. Если есть запрос общества на авторитаризм и нет внешнего вмешательства в политическую жизнь, авторитарный режим будет существовать всегда. Я понимаю, что история не знает сослагательного наклонения, и это такая игра и даже спекуляция в каком-то смысле. Но если бы, допустим, в России случилось то, что не пришел бы Путин, а была бы сменяемая власть, и был бы некий вектор, который задавали политики, например, давайте дружить с Западом. Ну, упрощаю ситуацию. А на ваш взгляд, не было бы этого запроса у общества, то есть у русского, российского? Он был уже в конце 90-х годов, его много был сформирован первой Чеченской войной. И уже тогда произошла... А было бы совсем иначе, чем сейчас. Уже произошла тогда, я бы сказал, эрозия этих прозападных политических ценностей. Я помню, что о том, что Россия и Китай должны определять судьбу будущего мира, говорил не Владимир Путин, а Борис Ельцин. Потрясаю кулаком в сторону Билла Клинтона, это я тоже хорошо помню. Я очень хорошо помню, что альтернативой Владимиру Путину был бывший директор службы внешней разведки России Евгений Примаков. Тот самый человек, который совершил исторический разворот своего самолета в воздухе над Тихим океаном и в момент начала операции Соединенных Штатов против режима Слободана Мирошевича. Я вообще не вижу никакой альтернативы тем настроениям, которые стали господствовать в российском обществе в конце 90-х, начале 2000-х годов. Я уже не говорю о том, что практически все претенденты на пост главы российского государства после Ельцина были либо чекистами, либо бандитами. Никаких других людей, реально способных получить власть, не существовало в природе. Но я считаю, что все это было полностью продиктовано общественным запросом, что большинство жителей Российской Федерации, они не восприняли никакой демократии, никакого нормального общественного развития. Большинство жителей Российской Федерации в августе 1991 года поддержали ГКЧП. Большинство жителей Российской Федерации в 1993 году поддерживали прокоммунистический реваншистский съезд народных депутатов России и Руслана Хасбулатова, и Александра Рускова. И для того, чтобы окончательно получить контроль над страной, необходимо было исключительно дождаться смены общественных настроений в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня подавляющее большинство москвичей поддерживают войну России в Украине, кстати, даже больше, чем жители провинции, поэтому не представляют никакой опасности для действующего режима. И можно говорить о прочности этих позиций, я бы сказал, об исторической прочности. Можно, конечно, утверждать, что режим вот-вот пойдет, а Россия вот-вот распадется. Это прекрасно звучит, но пока что объективных оснований для этого я не вижу. И, кстати говоря, с каждым Новым годом существования этого государства, русского государства, я бы сказал, русского государства, потому что народы России находятся в подчиненном положении по отношению к самим русским, как к этносу, происходит процесс совершенно дикой и неуправляемой русификации всех, кого можно русифицировать. Да, это сложнее делать с народами Кавказа и с народами по Волжи, но этот процесс тоже там идет. И когда мы видим Владимира Путина в Туве, в республике 90% говорят по-тувински, когда он выступает перед школьниками и говорит им о важности русского языка, мы тоже должны понимать, что там будет происходить в ближайшем будущем. Вопросы из Телеграма спрашивают, а про русский язык, вот как раз насколько, ну скажем так, можно ли возлагать ответственность на язык за то, что происходит? Нет, нельзя возлагать ответственность на язык, но я, по-моему, никогда этого и не делал. Язык является инструментальным средством для его носителей. Я не возлагаю ответственность на язык, я всегда говорю о том, что для Российской империи, для Советского Союза, для Российской Федерации русский язык является инструментом лишения идентичности тех народов на земли, и на наследие которых Россия хочет претендовать. И это очень жестоко на самом деле. Потому что вы отбираете у людей собственную идентичность, ничего не предлагая им взамен. Я вас уверяю, что если человек становится русскоязычным, он этого русским не становится, он просто разговаривает на плохом русском языке. Ну или на хорошем хорошо, есть те, кто разговаривает на хорошем. Я смею думать, что я разговариваю на хорошем русском языке, но я отнюдь не являюсь носителем русской национальной и культурной идентичности. И для меня то, что моя собственная идентичность, и языковая, и культурная, и какая угодно, была растоптана еще в годы жизни моих бабушек и дедушек, и родителей, является трагедией. У меня свой счет к русскому государству и к людям, которые осуществляли эту планомерную русификацию. А как вы, кстати, прорабатывали эту травму на личном уровне? Ну, во-первых, я всегда жил в разных культурных мирах. И прекрасно понимал, что украинский культурный мир, и языковой, и литературный, и какой угодно, гораздо ближе мне, чем русский, потому что это мир тех людей, среди которых я живу. Поэтому я в этом смысле, как человек, который говорит с детства и по-русски, и по-украински, может быть, не испытывал ту травму, которую ощущал бы еврей в Москве. Во-вторых, я учил идентич с детства сам. Я умею читать и писать. И я старался читать книги на идентич, или книги переведенные с идентич, и я прекрасно понимал, что та литература, которая написана Шолом Алейхемом, или Менделе Морксер с Фориумом, или Давидом Бергельсоном, или Зингером, кем угодно, она гораздо ближе мне с точки зрения, так сказать, моего семейного, личного и национального опыта, чем Толстой, Тургенев или Достоевский. Для меня это всегда были чужие писатели. Мне было интересно. Я всегда с интересом относился к русской культуре. В этом смысле я точно знал, что это чужая мне культура, которую я изучаю, просто чтобы понять интересы и представление о будущем того народа, который определяет происходящее в том государстве, где мне пришлось жить. И в этом смысле, если ты знаешь русскую литературу, ты лучше понимаешь механизмы того, как оттолкнуться от российского государства и от того народа, который пытается тебя поработить как снаружи, так и изнутри, если хотите. Вот и все. Поэтому это действительно была серьезная работа, безусловно, я вас уверяю. И это была работа и на личном уровне, и на семейном уровне. И я прекрасно понимал, что я являюсь представителем, если хотите, того первого поколения, которое смогло вернуться к своему еврейству после десятилетий страха, когда наши бабушки и дедушки, они боялись об этом говорить своим детям, но смогли говорить об этом своим внукам после того, что происходило после 1948 года, например. Виталий, как вы думаете, если бы Путину удалось захватить Украину, не дай бог, он бы пошел на Молдову, страны Балтии, страны Восточной Европы? Если да, то зачем? Чтобы что? Вопрос от Кати. Она задает его в Телеграме. Я считаю, что вопрос о странах Балтии или о странах Центральной Европы некорректен, потому что это страны НАТО. Для того, чтобы принять решение о вторжении в эти страны, Путин должен был бы принять решение о прямом конфликте с НАТО. То есть точно так же, как президент Байден может бояться конфликта с Россией из-за ядерного удара, точно так же и Путин может бояться конфликта с НАТО из-за ядерного удара. Пока что у меня нет вообще оснований говорить, что Россия готова к ядерной войне. Что бы они там ни рассказывали. Ну а что касается Молдовы и других бывших советских республик, то да, безусловно, политический план Путина состоит в возвращении под контроль России всей территории, которая находилась вот под этим контролем на момент августа 1991 года. За исключением стран Балтии, независимость которых была признана Государственным Советом СССР. Но при этом я совершенно не сомневаюсь в том, что в случае, если Россия смогла бы получить контроль над всей территорией Советского Союза в том или ином виде, подчеркиваю, то она бы пыталась восстановить сферу влияния бывшего Советского Союза. Уже политическим путём. Вот посмотрите, что вообще происходит. Ведь абсолютно необязательно посылать войска. Китай сегодня расширяет своё влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе политическим путём. Про китайские кандидаты победили уже на президентских выборах и на Мальдивах, и в Шри-Ланке. И, по сути, восстание Бангладеша привело к свержению того проиндийского правительства, которое правило этой страной многие десятилетия. И это политический механизм. Китай использует как механизмы выборов, так и механизмы революции для усиления своего влияния в регионе. И достаточно эффективно. Россия, если бы её войска находились бы на границе Закарпатской области, тоже могла бы использовать как революционные, так и политические механизмы для того, чтобы установить свою политическую гегемонию в Центральной Европе. Без введения войск. Уже одним инструментом страха. Чем ближе к твоим границам страх, тем больше тебе хочется голосовать за политиков, которые принесут тебе какое-то успокоение. Опять-таки, повышение влияния в современной Европе пророссийских политических сил является первой уже, так сказать, каплей дождя на этой раскалённой крыше. А потом пойдёт ливень. Бетти Бло спрашивает. Виталий, дебаты с Максимом Шевченко смогли бы провести? Если нет, объясните, почему? Спасибо. Из моральных соображений. Есть фигуры общения, с которыми я брезгую. Максим Шевченко относится к таким людям. Я не скажу, кстати, что мы не встречались в подобных дебатах. Мне кажется, что один раз на одной из международных конференций в Польше нас действительно вынуждены были. Я вынужден был там находиться, потому что организаторы посадили меня за одним столом с этим господином, и я не смог из этого, от этих дебатов уклониться из уважения к аудитории. Это было крайне неприятно. Кстати, мне кажется, что это есть в YouTube, это можно увидеть. Но по своей воле я никогда в жизни не стал бы разговаривать с подобными людьми. У меня абсолютно четкая информационная гигиена, я никогда не разговариваю с людьми, чьи репутации, еще поведение на протяжении этих десятилетий вызывает у меня брезгливость. Я могу сочувствовать этим людям, когда их сажают в тюрьме, как я сочувствую бывшей супруге господина Шевченко, госпожа Киворковой. Однако я хорошо помню, что и господин Шевченко, и госпожа Киворкова когда-то в личном общении со мной абсолютно спокойно рассказывали мне о том, как евреи выдумали холокост ради достижения своих экономических и финансовых целей создания государства Израиля. Я не думаю, что когда я слышу нечто подобное в частной беседе, а затем должен встречаться с подобными людьми в публичном пространстве. Я оставляю беседы с ними другим людям, у которых этой брезгливости нет и у которых не возникает рвотного рефлекса в подобных случаях. Как вообще вести дискуссии на такие сложные темы, как, например, ближневосточная история Иран-Израиль, Хамас-Израиль? Как журналист, как вы к этой теме подходите? Можно ли разговаривать со сторонником, не знаю, Фатх, например, или даже со сторонником Хамас? Или все-таки есть какие-то вот красные линии, когда уже даже журналистский диалог невозможен? Я считаю, что невозможен журналистский диалог с людьми, которые призывают к убийствам, уничтожению, геноцидам. Но если хотите, я знаю одно простое правило. Я могу беседовать с человеком, который является носителем иной точки зрения, в том случае, если этот человек не отрицает фактов и готов эти факты воспринимать иначе, чем я. Но если человек отрицает сам факт, если он лжет, я не вижу никакого смысла дискуссии. Я, кстати, эту дискуссию всегда в таком случае прекращаю. Ну, попросту говоря, если мы признаем те события, которые действительно происходили, то мы можем о них полемизировать. Если один человек говорит, что вот такой факт был, а другой человек говорит, что такого факта не было, то мы не можем ни о чем говорить. Это как с российскими пропагандистами. Если они обвиняют Украину в том, что она бомбила Донбасс. О чем мы можем полемизировать, если говорить о начале войны России против Украины? Если мы говорим о том, что Россия, что мог быть проведен референдум в Крыму, и его участники могли проголосить независимость Крыма, и это говорят те же самые люди, которые утверждали, что в Чечне или в Татарстане проведение референдума о независимости незаконно и не соответствует вообще международным нормам и нормам Конституции Российской Федерации. О чем мы дальше должны говорить с этими людьми? Должен быть либо один какой-то общий подход, которого мы все придерживаемся, либо его не существует. Поэтому я никогда не вижу никакого смысла. Я в этом смысле большой противник так называемых стандартам BBC в этом смысле. Когда мы говорим, давайте дадим вторую точку зрения, пусть она даже будет лживая. Нет, мы можем дать вторую точку зрения, если это будет оценка того же самого факта. Понимаете? Вот тот же самый факт может быть оценен по-разному. Для кого-то гибель Хасана Насралы — это успешная операция против убийцы, для кого-то это гибель человека, который был лидером ливанских шиитов и их надеждой на будущее. Но оба человека признают то, что Хасан Насрала был убит. Это уже хотя бы тема для дискуссии. Если один из них утверждает, что Хасан Насрала вообще жив, то мы с большим трудом будем полемизировать дальше. А право человека на заблуждение. Вот история с Крымом. Я просто знаю довольно много людей, которые не восприняли историю с Крымом болезненно. А большую войну в феврале 22-го восприняли. И тогда у многих открылись глаза на все, что было до. Я думаю, что эти люди восприняли, потому что, опять-таки, они не уважают международное право. Может быть, не думали, может, не осознали. Люди, которые спокойно восприняли аннексию Крыма, ничем не отличаются от людей, которые были сторонниками войны 2022-го года, даже если у них потом открылись глаза, как вы говорите. Потому что у них ничего не открылось. Это очень просто. Это как в тюрьме. Я не вижу никакой проблемы, если я украду своего сокамерника, условно говоря, ложку, вилку, не знаю. Но если этого сокамерника будут насиловать, ну это уже, наверное, плохо. Мне это уже не понравится. А вообще воровать нехорошо. Давайте с этого начнем. Если вы не осуждаете воровство, но осуждаете убийство, то я вряд ли буду считать воспорядочным человеком. Конечно, я легче буду иметь дело с вором, чем с убийцей. Но это же русская мораль. Понимаете, милее мне... Это Бродский, да. Да, бандит. Ну так в этом весь Бродский. Бандит, чем кровопийца. Понимаете? Так это, кажется, звучало? Если выпал в империи, родиться, лучше жить в глухой провинции. Там говорят, что все наместники ворюги, но любой ворюга мне милее, чем кровопийца. Вот так. Да, вот примерно так. Совершенно верно. Но это же и есть мораль русской интеллигенции. Почему я должен придерживаться такой морали? Почему я не могу сказать, что мне вор так же неприятен, как и убийца? Ну ты же должен понимать... Нет, я не хочу понимать. Я не понимаю людей, даже если у них там кандидатские степени, или они хорошие там актеры, если они абсолютно спокойно одобряют это воровство. Потому что от готовности своровать кошелек у нищей старухи до способности убить — один шаг. Как об этом, кстати говоря, рассказал все это гопоте Федор Михайлович Достоевский. Достоевского почитать. Он же все об этих людях написал. Это же о них все. И у них всегда открываются глаза в ненужное время, понимаете? Не в нужное, когда еще можно что-то изменить, понимаете, а в ненужное. Потому что когда они украли у старушки кошелек, они не подумали, что она, может быть, умрет без хлеба. А когда она умерла и лежит уже мертвая, у них открываются глаза, а они все своим большим театром собираются, выполняют ПДД, плачут. На ранже надо было плакать. Поэтому никто у меня из этих людей не вызывает ни малейшего сочувствия и уважения. Понимаете? Можно, конечно, восхищаться актерским талантом и тем преображением, которое случилось с Чулпан Халма, Ахаматовой. А можно думать, что доверенным любецом Путина никогда быть нехорошо. Никогда. По крайней мере, после 2003-2004 года, когда уже все произошло, после ЮКОСа, все произошло, что должно было произойти, то это просто свидетельство оморальности внутренней. Да, потом конъюнктурность может стать более важным фактором в жизни, чем оморальность. Но оморальность никуда не девается. Подобные люди тебя предадут в любой момент и объяснят это всегда самыми благими намерениями. А Алексей Арестович, которого мы с вами нередко, конечно, обсуждали, я знаю, что вы это не любите обсуждать. Алексей Арестович не Чулпан Халматова. Чулпан Халматова хорошая актриса, Алексей Арестович плохая. Но Алексей Арестович это история про что? Это история про случайного человека, по сути, проходимца, получившего в результате определенного метода подбора кадров в офисе действующего президента Украины официальный статус, который помог ему стать популярным и поверивший в собственную независимость от этого официального статуса. Я вам если можно так сформулировать. Но его популярность была, была большой. Да, безусловно, популярность была, потому что многие хотели видеть в его высказываниях голос украинской власти, которая сама по непонятным мне причинам молчала в самый важный момент войны. Ну, то есть президент Украины говорил, он ежедневно выступал с обращениями, но русскоязычная публика, которая плохо понимает тот язык, на котором обращался президент Украины к своим соотечественникам, предпочитала слушать господина Арестовича. А таких развернутых объяснений происходящего, как он, никто из других представителей украинской власти тогда не давал. Мне, я и тогда считал, что подобное отношение к коммуникации, которое проявлено украинской властью по отношению к собственному населению, крайне опасно и обязательно аукнется. И оно и аукнулось. Потому что важно брать на себя ответственность. Важно, чтобы заявлениями, разъяснениями, прогнозами выступали люди, имевшие реальные должности, а не должность советника Офиса президента Украины, что вообще непонятно, что такое. Но здесь так была организована коммуникация. Она до сих пор так во многом организована. Михаил Подоляк комментирует. Когда президент Украины выступает собственными планами и объяснениями интервью, потому что он должностное лицо, он имеет общенародный мандат, он должен отвечать за все свои предложения и прогнозы, а не случайные люди, которые оказываются на должностях внештатных советников, руководителей его собственного офиса. Михаил Подоляк в этом смысле, вот он коммуницирует. Это такая же самая модель коммуникации. То есть она вас не удовлетворяет как журналист? Она является доказательством развала системы коммуникации с обществом и некомпетентного государственного управления. Но мы имеем то, что имеем. У нас нет другого подхода к государственному строительству. Такой подход будет до окончания Российско-Украинской войны, а затем на выборах избирателям придется сделать выбор между таким подходом и каким-то более компетентным предложением. Я не знаю, что выберут украинские избиратели, а вполне допускаю, что он может сделать новый выбор в пользу некомпетентности. Но это право украинского народа, как и народа любой демократической страны. Ну что ж, Виталий, спасибо вам большое за то, что нашли время и вышли в наш эфир сегодня. Виталий Портников был с нами на прямой связи. Благодарим вас и до следующего раза. Всего вам доброго. Удачи. Мы продолжаем.